Дарья боится уколов и вида крови, но решила побороть страхи. По примеру, бабушки почетного донора пришла в отделение переливания. Это ее первый раз. Поэтому готовилась со всей ответственностью, изучала информацию в интернете, соблюдала диету. Она пользуется для всех, и для меня, и для того, кому она поможет, для себя обновление крови, и, соответственно, для человека, кому-то можно она спасет жизнь. Донором может стать любой гражданин России не младше 18 лет. Обязательное условие – отсутствие хронических заболеваний. При себе нужно иметь паспорт. Первым делом он идет в регистратуру с паспортом. Его там либо регистрируют, либо находят его карту. Далее он заполняет анкету, согласие на процедуру и на обработку персональных данных. И далее его вызывают в лабораторию. Там он сдает кровь из пальца. Мы проверяем, да, уровень гемоглобина в первую очередь. Первым делом – консультация врача. Если здоровье донора в порядке, его приглашают на сдачу крови. Процедура занимает не более 10-15 минут. Сразу после можно побаловать себя сладким чаем с печеньем. И на сутки желательно ограничить физические нагрузки. Дарья признается – боялась напрасным. Через два месяца планирует прийти сюда снова. Ощущений никаких. Сидишь и смотришь телевизор, отдыхаешь и издается кровь. В общем, ничего страшного, ничего сложного. Полученная донора кровь помещается в большую центрифугу. С помощью сепаратора ее разделяют на компоненты. Врачи напоминают – все группы востребованы, но третья особенно. У нас очень большая трансфузионная активность по больнице. И поэтому все компоненты поступают в лечебную сеть Одинцовского округа. Отделение переливания крови работает по понедельникам, средам и четвергам с 8.30 до 12. Донорская суббота проходит раз в квартал. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.